здравствуйте сегодня мы с вами будем делать елочку небольшую маленькую ее можно делать в любых цветах которые вам нравятся что нам для этого понадобится в моем случае сегодня будет вот такой вот салатовый бисер нежный такой цвет еще нам понадобится проволочка набираем на проволочку бисер я буду набирать с помощью вот такого вот спиннера ссылочку на него оставлю в описании он бесшумен поэтому очень мне нравится в работе ну и естественно упрощает и ускоряет набор бисера сколько уйдет бисера и проволочки будет написано в описании под видео вот проволочка загнута вот таким вот образом меня забыла показать ну что ж мне достаточно пока ну что ж я набрала бисер теперь подготовим саму основу для этого я беру вот такую вот проволочку покупая их у пчеловодческих магазинах стоит недорого и хватает ее очень надолго отрезаю кусочек где-то сантиметров 25 беру круглогубцы беру проволочку вот так вот и и складываю вдвое здесь ставлю любую круглую штуку скажем так можно использовать гвоздь или что угодно беру круглогубцами и прокручиваю делая где-то два оборота снимаю и у нас вот такая вот петелечка образуется теперь уже произвольно просто скручиваю вот этих две проволочки здесь уже не надо сильно смотреть как оно будет вот у нас получается вот такое вот колечко теперь я беру бусинку моем случае это будет красная можно белую синюю какой цвет вам нравится и надеваю сюда вот под колечко теперь беру кусочек флористической ленты и закрываю ее вот эти обе проволочки продвигаясь вверх вплоть к нашей бусинки красной под самую нее нужно пройтись вот мы подготовили основу теперь можно приступить к плетению что нам понадобится значит нам нужно линеечка проволочка с уже нанизаным бисером и что мы теперь делаем мы будем плести петельки подряд оставляем здесь хвостик чтобы потом закрепиться здесь на нашей основе вот как где-то сантиметров 5 и теперь мне нужно сделать 12 петелечек по полтора сантиметра вот одна петелечка скрутили на 3 оборота 2 петелька 12 штук по полтора сантиметра петелечки старайтесь делать 1 возле другой рядышком вот на три оборота видите они совсем совсем плотную друг дружки потом за счет этого елочка будет более пушистой и изящным ну что же делаем 12 петель ну вот я сделала 12 петелек по полтора сантиметра суть я думаю вам ясна теперь я расскажу сколько нам дальше каких петель нужно сделать значит еще нам нужно сделать дальше 20 петель по 2 сантиметра потом 35 петель по 3 сантиметра следом 30 петель по 3 с половиной сантиметра и еще 45 50 петель по 4 с половиной сантиметра не обязательно все это делать на одной проволочке у меня вот такие вот отрезки проволоки где-то по полтора метра я буду вязать на них то есть я сделаю сколько хватит там например у меня войдет сюда по полтора сантиметра по 2 и часть петель по три сантиметра дальше я начинаю снова с петель по 3 сантиметра и делаю то количество добавляя те что здесь были плюс те которые нам нужно еще раз повторюсь мы сделали 12 петель по полтора сантиметра следом нужно 20 петель по 2 сантиметра Потом 35 петелек по 3 см, еще 30 петель по 3,5 см и 45-50 петелек по 4,5 см. Я проделаю эту всю работу без вас, чтобы не занимать ваше время. И потом покажу, что мы будем делать дальше. Ну вот, смотрите, я навязала свои петелечки. И теперь будем приступать к сборке елочки. Берем самую первую нашу, где мы делали 12 петелек по 1,5 см. Берем вот этот хвостик, вот так вот прикладываем под самую нашу бусинку. Я разворачиваю для своего удобства вот так вот. И под самую бусинку я вот этот хвостик проволочки приматываю и вот так спускаюсь по чуть-чуть вниз. Я прикрепляю вот этот хвостик проволочки. И теперь вот так вот аккуратненько просто наши петелечки наматываем на вот этот ствол. Слегка поправляем петельки, чтобы они ложились в наши ряды плотно друг к другу. Нужно петелечки чуть-чуть поправлять вверх. И вот таким вот образом наматываю всю вот эту проволочку с петелечками. Чуть-чуть слегка поправляйте вверх, чтобы они плотненько друг к дружке лежали. Я вот развернула, теперь удобнее здесь держать. И вот так вот накручиваю вот эти петелечки. Вот петелечки все накрутились, остался хвостик. Теперь я чуть-чуть поджимаю их все вверх. Потом это все расправится. Вот так вот все петелечки повернутся. Хвостик этот закрепляем дальше. Вот так. Следом берем проволочку, где у нас продолжаются петелечки, те, которые здесь закончились. То есть, если у вас закончилась проволочка на петелечках с 2 см, значит берете ту проволочку, где начинается с 2 см. Если больше, то больше. И так сейчас нужно примотать все наши вот эти проволочки. Следующий ряд, значит, я закрепляю, беру одну петелечку. Вот так вот отгибаю ее. За нее завожу проволочку. Закрепляю проволочку. И начинаю наматывать снова вот эти петелечки. Поджимаю их чуть сюда, чтобы они мне не мешались. Чтобы плотненько ложились последующие ряды. Вы можете накручивать так, как вам удобно. Мне удобно вот так я взяла, держу здесь. А этой частью прокручиваю, и оно хорошо ложится. Вот все, хвостик. Также закручиваю вокруг стволика. Часть примотала уже. И сейчас сюда добавлю еще кусочек проволочки. Вот у меня есть точно такой же проволоки. Несколько отрезков. Я их сгибаю вдвое. Так как у нас вес бисера немаленький, часть мы примотали уже. И сейчас мы сделаем ствол потолще. Вот я в трех местах завожу за петелечку. И опускаю к самому стволу. Так, с одной стороны. Вот где-то здесь нашли петелечку. Еще одну завели. Мы как бы цепляемся здесь за проволочку от петель. Мы утолстили ствол. И сейчас я закрываю его флористической лентой. Закрываем под самые наши петелечки. Ну вот, мы сделали ствол потолще. И продолжаем наматывать наши петельки. Снова закрепляем за одну из петель. Закрепляем хвостик за ствол. Так я сейчас домотаю вот этот и еще вот этот кусочек. Ну вот, я примотала все свои петелечки. Теперь хвостик вот этот. Просто закручиваю вокруг ствола. И закрываю здесь флористической лентой. Старайтесь закрыть под самые-самые петелечки. Чтобы здесь ничего не светилось. Ну вот, в принципе, вот так вот выглядит наша пушистая красавица. Теперь нужно расправить все вот эти петелечки. Вот, надеюсь, что видно вот петелечка сама идет, чтобы она стояла горизонтально. Вот так вот. Вот все вот эти петелечки теперь нужно вот так вот расправить. Поставить их на свои места. Где их место вы увидите. Где ее нужно куда пододвинуть, отодвинуть. Все встает видно. Вот теперь все это вот так вот мы расправим. Заливать я буду. Делать платформочку маленькую. Обычным строительным гипсом или алебастром. У кого что есть под руками. Я расправлю вот это все. Залью. И в конце будет фото, что у нас получилось. Заливать большую платформу не надо. Вот пока вот так вот это все выглядит. Вот эти ушки, которые мы делали вначале. В принципе, нашу елочку можно вешать на большую елку, которую вы украшаете у себя дома. И это будут еще вот такие интересные игрушки. Можно делать их поменьше. Вот как на примере вот такая вот красная елочка. Из любых цветов бисера. Вот такая вот смесь здесь зеленого с белым. Вот такая вот эта. Вот красавица вот такая же, как и эта. Просто здесь чуть другой цвет бисера. И верхушечка с красной бусинкой. Здесь верхушка белая. Ну и еще нет как бы подставочки. Заливать сильно большую подставку не надо. Вы видите, вот толщина где-то полтора сантиметра. И вот такой вот диаметр. Диаметр должен быть меньше самой елочки. Надеюсь, что вам видно. Если диаметр будет в размере елки или больше, она будет смотреться некрасиво. Я сейчас залью. И в конце покажу вам, что у нас получится. Да, заливаю я вот так вот. Оставляю, например, совсем маленькую пространство, чтобы здесь оставалось. Сгибаю вот так вот. И потом уже там по форме, чтобы хорошо она в гипсе вцепилась. Например, вот так вот. Таким образом поставим форму. Форму, смотрите, я же говорю, чтобы была меньше диаметра самой елочки. Можно вот, например, какие-то вот такие вот коробочки. Или еще крышечки от спреев. Тоже хорошо подходит, если есть небольшой такой спрей. Крышечка от него идеально подойдет. Полосочка из пластиковой бутылки. Если нет никакой крышечки, я выхожу из ситуации так. Беру, вырезаю полоску из пластиковой бутылки. С той высоты, которая мне нужна, скручиваю ее. Смотрю, какой мне размер приблизительно нужен. И приклеиваю скотчем. Все, формочка для заливки готова. Под низ силицилофановый пакетик. Заливаю гипс и ставлю елочку. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Будет фото. Свою коллекцию елочек я вам покажу в дальнейших видео. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч! Продолжение следует...